Хорошую работу провел ГМ Даллас Донни Нельсон. У него стояла задача первая взять новую стартовую пару защитников и не переплатить им при этом. И максимально так подвести команду, чтобы в следующем сезоне, который сейчас будет, у команды оставался какой-то плацдарм для подписания сильных свободных агентов. Ему это сделать удалось. Контракты Монте Элиса и их Кальдерона плюс подписали Блеера на минималку, который даже в серии против Спёрс мы видели, как он играл и за такие деньги он демонстрировал прекрасный баскетбол. Дэвин Харрис подписание тоже в нескольких матчах регулярки и в плей-офф против Сам Антонио отлично показывал баскетбол. Если, допустим, взять генерального менеджера Шарлот Рикачо. Да, команда рискнула. Команда взяла себе Элла Джефферсона, подписала с ним довольно тяжелый контракт, но здесь стопроцентное попадание. Кроме того, он пригласил в команду Стива Клиффорда. Прекрасный защитный наставник, который поднял Шарлот на четвертую строчку в защитном рейтинге и которая одержала за этот сезон побед чуть ли не в два раза больше, чем за два предыдущих. Для меня лучшим геймом этого сезона я бы назвал генерального менеджера Атланты Дэнни Ферри. Что мы видим? Первое, наверное, и может быть самое главное, он не стал бороться за тяжелый контракт Джоша Смита, который не факт, что принес бы клубу какие-то дивиденды положительные. Он дал отличный, недорогой, небольшой контракт Полу Милса по двухлетний и пригласил молодого амбициозного наставника, бывшего помощника Грега Пуповича Спёрс Буннхольцера. И что мы видим сейчас? Команда за один сезон смогла перестроиться и теперь через один сезон у команды будет всего три гарантированных контракта. Это Хорфорд Тик, те лидеры коллектива, и плюс Кайл Корвер.